Сегодня к нам тоже прийти гости. Карлса, а скажите, что вы делаете, когда к нам приходят гости? Как мы готовимся к приходу гостей? Накрываем стол. Накрываем стол, а еще что? Готовим еду. Готовим еду, вкусить, угощение готовим. Торт из себя пьет. Торт готовим. А скажите, а мы убираем себя в парчатах? Да. Конечно. Посмотрите, как у нас в группе. Красиво? Да. И дома надо убирать. И дома мы убираем, и в группе мы убрали. И все чисто, аккуратно, все расставлено, повезло, правда? И губушки надо убрать. Конечно. И Милана сказала, что мы печем торт. А мы с вами сейчас попробуем испечь каравай. Кто у нас будет печь сегодня каравай? Давай, Элла, ты будешь печь каравай. Взяли за руки. Я спеку каравай. Угощу своих друзей. И Горка. Спасибо, Владик. Спасибо. 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 Кирюшка. Молодец. Ты себе оставил кусочек? Да. Давайте понюхай наш каравай. А какой он? Свежий. Свежий, ароматный, клубничный. Еще какой? Шоколадный. Шоколадный. Кирилл, а у тебя какой каравай? Банановый. Банановый каравай. Вика, а у тебя какой? Банановый. Каравай всегда сможем встретить друзей. Так хорошо, когда друзья рядом, правда? А, а я вот вкусный. Хорошо. Хорошо, когда друзья всегда рядом. Давайте улыбнемся друг к другу. Мы угостили друг друга, да? Да. Хорошо, ребята. Ой, что-то я там слышу. Ну, ну кто-то к нам идет. Это почтальон. Подождите, получите заказное письмо. И распишите. Спасибо большое. Спасибо. Что же у нас тут такое, ребята? Давайте посмотрим. Здесь даже фотография чья-то и письмо. Сейчас я его прочитаю. О, слушайте, что здесь написано. Здравствуйте, ребятишки и взрослые. Это я. Тут самый Карлсон. А точно здесь и фотографии его есть. Смотрите. Посмотрите. Это я тут самый Карлсон. Умный, талантливый, в меру пилинг мужчина, который живет на крыше. Больше всего на свете я люблю шоколад, мармелад, торты всякие, варенье, конечно. Как только я узнала, что вы будете об этом говорить у себя в детском саду, то засобирался к вам в гости, но по дороге заболел. Теперь я самый больной в мире человек. И несколько баночек варенья, пару килограммов печенья и большой-пребольшой кулёк конфет помогли бы мне выздороветь. И тогда я обязательно прилечу к вам в гости, ваш Карлсон. Вот так, ребята. Заболел Карлсон, не будет у нас сегодня гостя дорогого. Но я думаю, мы сегодня сможем ему помочь, когда найдем ему способ помочь нашему Карлсону, дадим ему советы. Хорошо. Ребята, а теперь давайте пройдем, сядем на стульчик. Ребята, сегодня мы на занятии будем говорить о продуктах питания. И даже Карлсон, когда узнал об этом, захотел к нам попасть в гости. Ребята, мы с вами пекли каравай. А из чего мы его пекли, Кирилл? Из муки. Из муки. А какие еще продукты мы делаем из муки? С печеньем. Печеньем, Ваня. Торт. Торт. Вика, а еще что из муки делаем? Пирожки. Пирожки. Еще что, Милана? Блины. Блины. Влад, что еще? Сырники. Да. Вика, а еще что? А мне реп. Реп из муки, конечно, делаем. Батлон. Батлон из муки. Вот сколько всего продуктов мы делаем из муки. Влад, а скажи, пожалуйста, как называются эти продукты, которые мы делаем из муки одним словом? Мучные продукты. Влад нам скажет, дети, будьте терпеливыми. Да. Влад, как называются эти продукты? Мучные продукты. Вика, подскажи еще раз для Влада. Мучные продукты. Влад, повтори. Мучные продукты. Правильно. Это, ребята, мучные продукты. Ваня, повтори. Мучные продукты. Правильно. Вилана, повтори. Мучные продукты. Правильно, ребята. А еще у нас есть продукты, которые делаются из молока. Кирилл, скажи. Сметана. Сметана. Милана, что еще из молока делают? Сыр. Сыр. Я знаю. Кефир. Кефир, Влад, что? И масло. Масло. Егор, что ты вспомнил? Мороженое. Мороженое. Ваня, а ты что вспомнил? Сметана. Сметана. И сырки еще делают. И молоко. Так, Милана, скажи, пожалуйста. Милана, скажи, пожалуйста, как называются продукты, которые делают из молока? Правильно. Повтори, Вика. Молочные продукты. Кирилл, повтори. Молочные. Молочные продукты. Ваня, повтори. Хорошо. Ребята, у нас еще есть продукты из мяса. У нас еще продукты из мяса. Правильно, Егор. А из мяса что у нас делается? Ваня, расскажи. Ваня, расскажи. Я хочу. Что делают из мяса? Я хочу. Курица. 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 Ну, конечно, это из мяса. Но курицу можно сварить, можно закоптить. Егор. И колбасу. И сделаем колбасу. Колбасу. Кирилл, Кирилл, сядь, пожалуйста, красиво. Кирилл, нужно быть нам черпеливыми и подождать, пока другие дети ответят. Нас чьи хотят дети ответить? Ладно. Сосиски. Сосиски. Милана, что делают еще из мяса? Копченое мясо. Копченое мясо делают. Копченое колбаса. Вика, еще что? Нет, колбаса. Колбаса. Ваня, еще что? Колбаса. А вот это копченое мясо. Ладно. Котлеты делают. Мы с вами еще кушаем в саду. Голубцы. И голубцы. И зразы кушаем, правда, в саду? Копченое мясо. Влад, скажи, пожалуйста, как называются продукты из мяса? Мясные продукты. Ваня, повтори. Мясные продукты. Хорошо. Милана, повтори. Мясные. Мясные. Мясные продукты. Вика, повтори. Мясные продукты. Мясные продукты. Кирилл, повтори. Мясные продукты. Хорошо, молодцы. Ребята, а теперь давайте встаньте свободно, чтобы вам было удобно стоять. Ваня, поднимемся. Ваня, поднимемся, пожалуйста. Побега, торкайте. Опустили ручки. Ребята, а теперь только глазками смотрим вниз. Что у нас там растет? Овощи. Овощи. Только глазками смотрим вверх. Фрукты. Фрукты. Еще раз, глазками на овощи вниз, глазками на фрукты. Теперь смотрим вправо глазками. Что там растет? Черника. Черника у нас растет. Давайте посмотрим и споем А. А. Смотрим влево. Что там растет? Клубника. Клубника. Смотрим и поем Э. Э. Вправо. А. Все смотрят вправо. Влево. Э. Хорошо. А теперь взяли со стола яблочко твердое, откусили и медленно жуем. Медленно жуем. Хорошо. Теперь быстрее жуем. Хорошо. Еще раз медленно. Хорошо. А теперь мы увидели кувшин с большим горлышком, куда мама ваша налила очень вкусный компот. Сделали такой кувшин с большим горлышком. А. А теперь кувшин с маленьким горлышком. Это кувшин для кукол. С большим горлышком. С маленьким. С большим. С маленьким. Хорошо. А теперь сделайте чашечку для кофе, чая, сока. Покажите чашечку. М-м-м. Молодцы. У Егора красивая чашечка. Покажи Милану свою чашечку. Кирилл свою. Хорошо. Теперь блюдце, на котором лежат свежие овощи. Хорошо. Теперь чашечку опять. Молодец, Влад. Блюдце. Хорошо. А теперь, ребята, мы приготовим кашу. Рука на животе. Вторая рука на груди. Когда мы выдыхаем, надувается живот. Выдыхаем. Мы говорим... Вдох. Плечи не поднимаются. Итак. Вдох. Вдох. Еще раз. Вдох. Хорошо. Опустили ручки. Расслабились. Ручки наши расслаблены. А теперь, ребята, подойдите ко мне. Мы сейчас с вами попробуем готовить нашу полезную и вкусную еду. Посмотрите сюда. Итак. Станьте удобно, чтобы вам всем было видно. Те, кто хочет готовить кашу, сядут за стол с красной эмблемой. Те, кто будут готовить суп, сядут за стол с синей эмблемой. Пожалуйста, проходимся. Сели, стучки подвинули. Ножки поставили ровно под столом. Руки положили на столе. Итак, мы с вами сейчас попробуем готовить нашу полезную и вкусную еду. Итак. Мы начнем готовить суп. Послушайте, как я буду говорить. Послушайте, как я буду говорить. Вот. У меня картофель. Я приготовлю картофельный суп. А теперь возьмите пакет. Нет. Нет. Здесь, Милана, ничего не берет. Взяли каждый пакетик. Рассмотрите внимательно, что у вас. Нет рыбак. Так. Тишина. А теперь мы с вами положили пакетики на салфетки и будем готовить. Итак, первый у нас Кирилл будет готовить. Расскажи, что у тебя и что ты приготовишь. Меня салфельный суп. Я подготовил салфельный суп. Молодец. Вика. У меня грох. Я соберу гроховый суп. Молодец. Влад, положи, пожалуйста, пакетик на салфетку и говори. У меня рыба. Я соберу рыбный суп. Рыбный суп. Повтори. Рыбный суп. Хорошо. Ребята, положите пакетики на калючки. А теперь мы поговорим о том, как нужно готовить кашу. Послушайте, как я об этом буду говорить. У меня перловка. Я приготовлю перловую кашу. А теперь вы возьмите себе по одному пакетику каши. Рассмотрите внимательно, что у вас там, какая каша. Все знают. У меня гречка. Хорошо. Егор нам расскажет. У меня гречка новая каша. У меня гречка. Я соберу гречку новую кашу. Молодец, Егор. Ваня, у меня мамка. У меня мамка. Я соберу маму кашу. У меня рис. Я приготовлю рисовую кашу. Рисовую кашу. Повтори. Рисовую кашу. Повтори еще раз. Рисовую кашу. Молодцы, ребята. Положите пакетики на тарелочку. А теперь тихонечко встали. Тихонечко встали. И затрудни стручки. И мы с вами сейчас, ребята, приготовим. Колечко. Тоже кашу попробуем сварить. Пройдите сюда. Ребята, а мы сейчас с вами попробуем приготовить настоящую кашу. А что, скажите, нужны за продукты, чтобы приготовить кашу? Молоко. Молоко. Сахар. Сахар. Еще что? Соль. Соль. А самое главное? Крупа. Крупа, конечно. Итак, мы с вами будем готовить нашу кашу, поэтому нужно распределить роль. Так, Кирилл. Кирилл у нас будет крупа. А я? Вот такая крупа у нас вкусная, наверное. Так, Ваня у нас будет молоко. О, скажу. А я? Соль у нас будет Вика. А я не понял. А ты не будешь. А сахар у нас будет Егор. Итак, ребята, встали в кружочек красивый. Мы за руки не беремся. Идем друг за дружкой. Не забывайте, когда мы будем говорить продукт, например, крупу или сахар или молоко, вы должны выйти в круг и покружиться. Помним, да? Все, пошли друг за дружкой. Кашу нам горшок поверить. Мы внимательны не будем, ничего не позабудем, наливаем молоко. Молодец. Дальше. Мы внимательны не будем, ничего не позабудем, насыпаем сахар. Хорошо, молодцы. Пошли дальше. Мы внимательны не будем, ничего не позабудем. Каша варится для друзей и для родных. А для кого вы приготовили такую кашу вкусную? А для кого приготовили? А как вы думаете, мы наш шлютеп можем Карлсону передать? Ведь это полезная очень каша и нужная, правда? Ее нужно кушать. Снимите свои леончики. А для того, чтобы помочь нашим Карлсону, я приготовила для него еще что-то. Хотите узнать? А здесь в баночках варенья. А вот какого варенья я вам потом скажу. Давайте мы присядем на ковер в позу лотоса. Пожалуйста, на ковер. На ковер. Только на ковер присаживаемся. Да, на ковер. Варенье. Ну что, не будем пить у Карлона? Никакой не говорите, ребята, ничего. Итак, мы с вами попробуем приготовить варенье из разных фруктов и ягод. Все удобно сели? Да. Всем удобно. Вот так, как Вика, пожалуйста, сядьте все. Я все как Вика. Итак, мы с вами, ребята, будем готовить варенье из разных фруктов и ягод. Итак, приготовьтесь. Посмотрим, какое вкусное варенье вы приготовите. Посмотрите, я так буду говорить. У меня банан, я приготовлю вкусное банановое варенье. Теперь у нас Влад расскажет. Я апельсин. Я сварю апельсиновое варенье. Молодец. А теперь нам расскажет Кирилл. Апельсин. У меня? У меня персик. Я это слив. Нет, персик. Я сварю. Я сварю персиковое. 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 Молодец. Егор нам расскажет. У меня яблоко. Я сварю. Я сварю. Я сварю. Я пушу меня варенье. Умница. Молодец, Егор. А теперь нам Вика расскажет. У меня черника. У меня черника. Я сварю. Черничное варенье. Молодец. Милана, скажи, пожалуйста, ты. У меня сливки. Я приготовлю сливочный. Сливовое. Варенье. Повтори еще раз. Сливовое варенье. Умничка. И Ваня нам расскажет. Говори громко. У меня? У меня смородина. Смородина. Смородиновое варенье. Я приготовлю. Я приготовлю. Смородиновое. Смородиновое варенье. Влад, повтори. Какое варенье готовил Ваня? Я. Повтори. Это смородиновое. Смородиновое варенье. Хорошо. Кирилл, повтори. Какое готовил варенье Ваня? Смородиновое варенье. А еще у меня здесь картинка. где нарисовано варенье, которое приготовила я для нашего Карлсона. Эта ягода очень полезная при простудах, при гриппе, когда высокая температура или болит горло, обязательно нужно кушать эту ягоду. Посмотрите, что это? Малина. Малина, правильно. И здесь в нашей корзинке у нас, посмотрите, какое варенье мы приготовили. Это для Карлсона варенье. Это мы ему отправим в подарок, чтобы он быстрее поправился и вернулся к нам. А теперь встали, ребята. Ребята, а вы хотели бы оказаться в таком месте, где с неба падают яблоки? Да. Хотели бы? Настоящий яблочный дождь с неба может падать. Представляете? Мне кажется, что где-то рядом приближается к нам такая настоящая яблочная туча. Но прежде чем ловить наши яблоки, я вам предлагаю помыть руки. Ведь мы с вами занимались, играли, а руки еще не помыли. Давайте вспомним, как мы будем говорить. Мы бываем разным при разным, синим, зеленым, оранжевым, красным. Но не пойму, отчего же тогда черной при черной бывает вода. Ребята, а у нас почему это черная вода? А что у нас? Руки грязные. Руки грязные. Значит, перед едой что нужно делать? Мыть. Всегда нужно мыть руки. Кажется, я слышу, уже приближается. Кажется, дождик уже начинается, ребята. Давайте все закроем глаза. Подставьте свои ладошки. Подставляйте ладошки. Все с закрытыми глазами у нас. У нас все ребята с закрытыми глазами ладошки подставляют. Две ладошки подставляют. Две ладошки подставляют. Открывайте глаза. Ребята, давайте мы одно яблоко оставим себе, а одно яблоко передадим Карлсону. Потому что он болеет, а в яблоках есть витамины, правда? Карлсону нашему нужно есть витамины? А мы потом отправим эту корзинку нашему Карлсону. И здесь полезные продукты. А еще что вы хотите передать Карлсону? Какие продукты нужно есть каждый день? Рыбу, ягод. Я в этом вырухты. Врухты, кефирки, молоко, молоко, молоко. А тортики, печенье, конфеты нужно есть как? Редко. Редко нужно кушать, правильно? Опустили руки. Опустили все руки. Ребята, вам понравилось сегодня помогать Карлсону? А было что-то тяжело делать? Нет. А что было тяжело делать? Ничего. Все было легко делать, правда? Помогать Карлсону было нам легко. Хорошо. Молодцы, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова